Всем привет! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы сегодня познакомим вас с представителями православной общины в Королевстве Таиланд. Возьмем интервью у отца Иоанна. Сегодня воскресенье, 10 утра. Несколько минут назад началась служба. Пойдемте посмотрим, что происходит. Слава Тебе, Боже, нам слава Тебе! И Святая Богородица, спаси нас! Знакомьтесь, это отец Иоанн. Мы сегодня находимся в храме Покрова Святой Богородицы. Отец Иоанн, спасибо большое, что согласились на интервью. В первую очередь хотел бы вообще объяснить, для чего мы, собственно, все это делаем. То есть у большинства наших туристов, у большинства наших соотечественников Таиланд ассоциируется с местом просто отдыха, то есть пляжи, экскурсии. В большинстве своем люди даже не знают, что здесь есть русские школы, а детские сады, даже только в Паттайе есть несколько православных храмов. Вообще расскажите, как вы сюда попали, откуда вы, где учились в семинарии? Здравствуйте! В семинарии я учился в Белгороде, в белгородской семинарии, в миссионерской семинарии. И моя личная история в Таиланде началась еще в 2011 году. После окончания семинария я был сюда направлен на миссионерскую категоризаторскую практику в помощь архимандриту Олегу Черепанину, представителю Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд. Тогда я познакомился здесь и с православной жизнью в Таиланде, тогда еще, конечно, здесь было намного меньше храмов, и в Бангкоке тогда был временный храм небольшой. Год я здесь пробыл, и еще будучи просто выпускником, не в сане, отправился обратно к своему ректору, к семинарию, который меня сюда направил, и был определен для служения священнического в Москву. И вот с 2012 года по 2017 я в Москве служил священником и был сотрудником синодального миссионерского отдела Московского Патриархата. И вот в прошлом году, в 2017 году, осенью решением священначалия был назначен сюда, в Таиланд, для служения священникам, как уже имеющий опыт здесь. И вот по сей день служим здесь в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Вот так я сюда попал. Как священник достаточно недолгое время я здесь служу, но Таиланд мне знаком. А почему именно вас сюда отправили? Почему распределение таким образом произошло? Ну, я еще раз говорю, я был сотрудником миссионерского отдела. И, как вы понимаете, миссионерский отдел занимается именно распределением кадров, церковных кадров священнослужителей по отдаленным епархиям русской православной церкви. И, так сказать, по такому, может быть, распределению как раз я сюда и попал. А сколько уже лет православия в Таиланде? С чего вообще все начиналось? В 1999 году в ответ на многочисленные обращения русских людей, которые проживали в Бангкоке и вообще на территории Таиланда, в общем-то, с Бангкока все началось. И первые обращения были все-таки из Бангкока. Это люди, которые в 90-е наши русские люди по тем или иным причинам покинули родину и остались здесь на длительное время. В ответ на обращения наших людей о духовном окормлении их здесь в Таиланде, священный сенат русской православной церкви, рассмотрев эти обращения, направил сюда тогда еще игумена Олега Черепанина, который по сей день является представителем православной церкви, а теперь еще и благочинным православным храмом в Таиланде. И первые шаги православия были здесь достаточно трудными. Первые пару лет это было очень трудное время. Чтобы было понятно, церковь здесь не имела ни своего, никакого имущества, никаких зданий для служения. И, в общем-то, по рассказам отца Олега, первое время служили просто под манговым деревом. Литургию, и было очень трудно и в плане финансовом, в общем, во всех случаях. Ну и, конечно, что сказать, церковь не имела здесь никакой регистрации законного основания для пребывания. Поэтому, конечно, были очень трудные времена. Но потом, со временем, тайские власти, увидев пользу и значение православной церкви в Таиланде, была выдана государственная регистрация, был создан фонд православной церкви в Таиланде. И православная церковь получила возможность законного осуществления своей деятельности на территории королевства Таиланд. И также разрешение создавать приходы в тех местах, где это посчитает возможным, фонд православной церкви. И официально уже православие сколько зарегистрировано лет? Вот буквально пару лет назад, в 2016 году, 15 лет православия в Таиланде праздновали. В честь этого праздника было? Вот, собственно, хотелось сказать, да, вот крест, который установлен, здесь памятный поклонный крест, вот он установлен как раз в честь 15-летия православия в Таиланде. И сейчас он еще немножко не доделан, да, но вы знаете, будет еще памятная плита установлена здесь на трех языках, на тайском, английском и на русском, будет надпись о том, что это за крест и для чего он здесь установлен. Расскажите, вот на сегодняшний день сколько в Таиланде православных храмов и где они находятся? Да. В Таиланде на сегодняшний день 11 православных храмов и 13 престолов, я поясню. То есть храмов 11, и в каждом храме есть престол. Но буквально недавно в нашем храме на севере Паттайи, в храме всех святых усилиями благотворителей, было пристроено еще два храма и освящено еще два престола. То есть в одном здании храма еще два храма как бы дополнительных располагаются. То есть этот храм всех святых, он, это самый первый, нужно сказать, да, храм, который был построен в Таиланде, именно вот как здание храмовое такое, потому что, как я говорил уже, первое, в Бангкоке первый храм, он или не говорил, был расположен в арендованном помещении, в гараже, просто дома. Была оборудована небольшая церковь, да, и тот храм, который сейчас в Бангкоке, он в 2014 году только был освящен, вот большой собор святителя Николая. А до этого был вот арендован небольшой просто дом, в котором располагался и храмик маленький, и представительство православной церкви в Таиланде. И, в общем-то, много каких функций этот домик нес, вот он был арендованный просто до недавних пор. Вот, а этот храм всех святых, вот он был построен в 2009 году, вот освящен, и вот буквально недавно, как я уже сказал, расширен, людей много там, прихожан много, активная приходская жизнь идет. И вот добавилось еще два, получается, престола, два таких пристроенных храма. Да, вот, поэтому 13 престолов и 11 храмов. Это Паттайя, Бангкок и еще? Значит, Паттайя, Бангкок. Есть храм святых царственных страстотерцев в Хуахине, храм преподобного Сергия Радонежского на Качанге. Храм... Я видел, я недавно был на Качанге и был очень сильно удивлен, что мы едем в остров и православная российская церковь. Да, да. Храм преподобного Серафима Саровского на острове Панган, вот буквально в прошлом году, вот осенью был освящен, это самый последний храм. Есть православная мужская община, храм Успения Престой Богородицы в провинции Рачебури. Затем храм на Пхукете, самый большой храм Королевства Таиланд, православный, вот, на Пхукете. Храм на Самуи, Вознесение Господне. Вот. Практически в каждом городе, куда приезжают российские туристы, есть... Самые основные курортные города, да, везде есть православные храмы. И сколько примерно людей несут службу, вот, в Таиланде? Во всех городах. Вы имеете в виду священнослужителей? Да, да. Да, священнослужителей у нас сейчас, на данный момент, 16 священнослужителей. Из них, значит, в каждом храме есть один священник, он же настоятель, вот. И в Бангкоке, так как там сейчас большой храм, большая необходимость есть работы с местным населением, с тайцами, то там есть еще, вот, священник, отец Михей, он лаосец, православный лаосец, этот священник служит. Поэтому там, и также там есть диакон, то есть там больше священнослужителей. Вот. И также у нас есть еще в штате несколько священников, уже которые в возрасте, которые называются заштатные, вот. Но они тоже так же и совершают по необходимости свое священническое служение в некоторых храмах в Таиланде. А я знаю, что у вас здесь есть священник, гражданин Таиланда, господин Данай Ивана. Да. А как вообще так получилось, то, что человек в другой конфессии, тайец, принял православие, и вообще часто это происходит? Ну, конкретно вот по Данай Ивана, да, он же отец Даниил, Иерей Данил, вот, это на самом деле такой, нужно сказать, что это первый православный священник, таец, вот. И, конечно, о нем много чего можно рассказывать, об отце Данииле, много написано уже и статей, я читал. Действительно, личность очень, очень интересная. И, что самое важное, глубоко верующий человек, вот, искренне православный человек. Я таких верующих людей редко встречаю даже среди нас русских. Вот, действительно, удивительная личность. И все началось еще с Бангкока. Отец Данил приехал помочь отцу Олегу, который, вот, как я говорил, в этом домике служил, там компьютер настроить. А он, нужно сказать, он имеет высшее образование, как раз информационные технологии, связанные с этим. И отец, он приехал как специалист к отцу Олегу и помог ему. И так они познакомились, начали общаться. Отец Данил хорошо говорит по-английски. И вот так вот их знакомство, так сказать, завязалось. Отец Данил стал, будущий отец Данила, тогда Данай, стал интересоваться православием. Вот, и, видимо, их беседы с отцом Олегом коснулись его сердца. И он решил принять православие через... Конечно, это было не сразу. Прошло несколько лет его изучения православия. Он глубоко погрузился в эту культуру в нашу православную. И потом, он после своего принятия святого крещения, он учился в Санкт-Петербургской духовной семинаре. Он полностью, вот, пять лет он отучился. После этого был рукоположен священником. И вот уже много лет служит здесь, в Паттайе, настоятелем храмов всех святых, Северного храма. Подавая своим служением пример не только среди своих близких, родных, пример искренней веры в Бога, но и для многих людей разных национальностей, приходящих в православные храмы здесь. И по поводу вашего вопроса, как часто происходит обращение в православие и среди местного населения, и среди других национальностей. Вот. Я хочу сказать, вот, по своему наблюдению, еще тогда, когда я здесь был, после семинарии, конечно, отец Олег, который представитель православной церкви в Таиланде, который здесь все начинал и много здесь потрудился, он задал определенный тон для развития православия в Таиланде. И нужно сказать, что здесь акцент был сделан не на то, чтобы как можно больше людей покрестить, но на то, чтобы были настоящие православные, знающие православие тайцы, да, и другие люди других национальностей, которые хотели бы прийти к православию. Поэтому тот, кто хочет принять православие, проходит здесь, в Таиланде, длительную катехизацию. Бывает, это на несколько лет затягивается. И поэтому, надо сказать, на сегодняшний день может быть не так много крещенных православных тайцев, не так много людей приняли здесь православие, но это те люди, которые остались в церкви, это те люди, которые являются регулярными прихожанами православных храмов. И, то есть, акцент не на количество, но на качество. И это действительно важно и правильно, потому что интересуется православием очень много людей, и в том числе и тайцев. И можно было бы их крестить, потому что для многих это что-то новое, что-то интересное. Но какой смысл в этом, если они потом не будут людьми верующими, если они просто для формальности, для каких-то новых, может быть, ощущений это сделают. Поэтому здесь хотелось бы сказать именно о том, что, может быть, не так часто происходит, как хотелось бы в маме вот такие вот обращения в православии, но это действительно каждый человек, это личность, каждый проходит определенный этап познания и церкви, и Бога, и церковных правил. И в итоге для него меняется полностью жизнь. То есть, чтобы понятно было, для буддиста стать православным, это полностью изменить свою жизнь. И для него это должен быть очень осознанный и глубокий выбор. А вообще, насколько большая православная община в Таиланде? Сколько средних прихожан приходит в церковь? Ну, трудно сказать, какое-то конкретное количество людей, которые приходят в церковь, потому что Таиланд – страна туристическая, и все зависит от того, какое время года. Если это зима, то прихожан бывает очень много в храмах. То есть, здесь туристический сезон, многие люди приезжают сюда, и, конечно, большинство прихожан – это туристы. Но есть небольшое количество постоянных прихожан, которые живут здесь постоянно, и они, конечно, приходят в храм на богослужение круглый год. Их не так много. То есть, сейчас, летом, конечно, прихожан намного меньше, чем зимой. Но активность определённая есть. И, скажем так, мы ведём такую в церкви статистику не по количеству того, кто приходит в храм, а по количеству причащающихся святых христовых тайн, то есть, участвующих в самом главном таинстве православной церкви. И нужно сказать, что эта статистика с каждым годом увеличивается. То есть, количество причащающихся на богослужениях растёт, и это радует. То есть, люди идут к Богу, идут в храм, не забывают, даже когда находятся в другой стране, всегда приходят помолиться. А часто обращаются с целью крещения? Да, достаточно часто. Опять же, особенно, когда здесь туристический сезон, много русских. Многие люди приезжают из России, из разных уголков России, встречаются раз в году именно здесь, в Таиланде, на отдыхе. И многие ждут именно момента, потому что родители с ребёнком приезжают, например, из Москвы, а крёстные живут, допустим, в Архангельске. И в течение рабочего года встретиться возможности нет, выбирают время отпуска, здесь встречаются и обращаются с просьбой покрестить. Поэтому достаточно много крещений происходит в православных храмах, особенно из России люди, достаточно много младенцев мы крестим. И взрослые люди крестятся, и младенцы. Даже на отдыхе не забывай этого. Да, да. А как вот, например, у меня родился ребёнок, предположим, я живу в Таиланде, у меня родился ребёнок. Как это всё выглядит? То есть, как мы с вами связаться? Вот процесс, чтобы ребёнка покрестили. Ну, связаться несложно. Можно либо прийти в храм и всегда найти здесь священника. Некоторые, к слову сказать, приходят в храм, говорят, заходим, у вас в храмах никого нету православных. И нужно сказать, что православная церковь в Таиланде в храмах не принято, может быть, как в России, как это знакомо нам, чтобы кто-то дежурный был в храме, какую-то церковную утварь продавал. У нас всё здесь в храме доступно. Каждый человек может прийти, что ему нужно приобрести, помолиться, взять свечу, взять и это всё на рекомендованные добровольные пожертвования делается. Но священник всегда в храме есть. Нужно сказать, что все храмы в Таиланде оборудованы комнатой для священника, местом, где он может проживать. Поэтому в любом храме есть телефон, висит на стене, на дверях, везде. И можно прийти, если никого в храме не увидели, то позвонить по телефону, дозвониться по священнику, позвать. Он, скорее всего, где-то тут же рядом подойдёт к вам. Либо зайти на сайт храма. У каждого храма есть свой сайт. У большинства храмов есть страничка в Фейсбуке. Поэтому это несложно сейчас. Мы стараемся идти в ногу со временем и быть информативными, чтобы каждый человек мог, интересующийся, увидеть и жизнь прихода на наших сайтах, и задать необходимые вопросы. Все контакты есть на сайтах, можно связаться. И дозвонившись, просто договариваешься о времени. Для тех, кто, скажем, в храм редко ходит, необходимо будет пройти огласительные беседы со священником. О времени прохождения это всё нужно лично договариваться, это всё несложно сделать. Нужно просто либо лично встретиться с батюшкой, либо позвонить. А скажите, на какие средства строятся и содержатся храмы? Есть ли какая-то помощь со стороны России либо со стороны тайского правительства? Все храмы содержатся за счёт добровольных пожертвований прихожан. И, скажем так, со стороны, например, тайского правительства тоже поддержки, конечно, никакой нет, именно финансовой. Если взять конкретно храм, например, Покрова Престой Богородицы, где мы сейчас находимся, то этот храм был построен на земле, которую подарил господин Баворн. Компания Бан Дусит, где мы сейчас рядом посёлке находимся, вот конкретно этот храм был подарен фонду православной церкви в Таиланде. Из России, я думаю, вы имеете в виду церкви православной в России, никакого финансирования не происходит. Всё за счёт пожертвований наших прихожан, наших благодетелей, за что им огромная благодарность. То есть, я правильно понял, господин Баворн отдал этот участок земли под храм безвозмездно, бесплатно? Совершенно верно. Для тех, кто не знает, речь идёт о владельце компании Дусит Групп. Это те ребята, которые построили русский посёлок. Собственно, на территории русского посёлка и находится этот храм. Ну, у нас на сегодня всё. Я хотел от всей души поблагодарить вас за то, что вы согласились на встречу, пожелать вам от себя, от нашей компании всего самого светлого, самого лучшего, развития вам, развитию православия в Таиланде. Было очень приятно пообщаться. Спасибо. Да, взаимно было очень приятно. Благодарю вас тоже за возможность осветить жизнь наших православных храмов на телевидении. И хочется и вас лично, и всех, кто проживает здесь по Таиланде постоянно, кто приезжает сюда отдыхать, пригласить православные наши храмы посетить. Не забывайте о своей душе. И знаете, для многих храмы православные это частичка Родины здесь, в Таиланде. Храни всех, Господь!